Приборы погодного регулирования незадействованные. На процесс против управляющей компании «Уютный дом» сегодня пришли жильцы, которые недовольны работой жилищников. Многие давно хотели подать на них суд, но не решались. Управляющая компания, которая якобы у нас с шестого года рулит нами, вообще всем районом, является монстром, который захватил рынок обслуживания общедомового имущества нашего Новосавинского района. Тем самым тарифы на обслуживание общедомового имущества именно по жилищным услугам у нас очень высокие. Очень грязно, очень безобразно. Тарифы очень высокие, но обслуга на низком качестве. На судебном процессе представитель УФАС объяснил суть своих требований. Уютный дом обслуживает 554 дома, а это для одной жилищной компании слишком много, говорят антимонопольщики. Они предлагают разделить компанию на несколько жилищных контор. Таким образом, дать им возможность конкурировать между собой. Наличие в управлении УК «Уютный дом» более 500 домов снижает качество предоставляемых услуг, что становится предметом обращения к нам в управление антимонопольной службы, что как раз-таки и некоторые обращения явились поводом для возбуждения дела. Между тем, по мнению представителя Уютного дома, в их компании действительно много домов, но все они равномерно разделены по подрядным организациям. Поэтому делить управляющую компанию нет смысла. К тому же в законе не прописан лимит домов, которыми может управлять одна компания. Тем более у жителей была возможность отказаться от услуг Уютного дома. На сегодняшний день закон, жилищный кодекс определил собственнику и обязал собственника выбирать, избирать как сам способ управления, так и форму управления. То это СЖ, то это управляющая компания. Его, этого собственника никто не ограничивает. Он может инициировать собрание, провести общее собрание собственников. Финал дела отложен до 3 сентября. За это время УФАС должен проверить управляющую компанию «Уютный дом» на факт того, способна ли она выполнять свою деятельность. Помимо этого, сегодня суд привлек исполком Казани в качестве третьей стороны.